Всем привет, друзья! Мы продолжаем играть в Stationers. В прошлой серии я перенес на новую базу станки со старой, начал строить печки, а также лифт, который будет переносить меня на этаж с оранжерей, которую, в свою очередь, я собираюсь запилить уже в этой серии. Ну а прежде чем мы начнем, я уже традиционно попрошу вас поставить лайкосик, оставить комментарий, ну и подписаться, если по какой-то причине вы этого еще пока не сделали. Буду вам очень признателен, потому что все это здорово помогает каналу на ютубе. Ладненько, 40 вопросов и закончено, поехали! И игра прямо сходу радует меня тем, что говорит, не буду я работать с новой погодой, идите лесом, создавайте новую игру. Да, ребят, я вообще очень искренне надеялся на то, что получится-таки этот сейв запустить с новой погодой, чтобы у нас снова были хоть какие-то челленджи. Надоело мне, честно говоря, играть вот так вот, когда погода вообще никак не влияет, и смысла вулкана, в принципе, нету. Сейчас я буквально так пару секундочек поною, да, ну просто, ребят, я знаю, что вам дико не нравится, когда я начинаю заново, и поэтому заново я начинать не буду, буду продолжать, по крайней мере, еще пару серий, я думаю. Я хочу закончить систему оранжереи, также замутить систему кондиционирования, но потом в любом случае я закончу это прохождение, так как я начинал все-таки на вулкане для того, чтобы мне было сложно, а не для того, чтобы в плюс 650 работать с любыми инструментами на улице и не париться. Ну, от меня тут ничего не зависит. Ладно, давайте мы заберем сейчас ресурсы, и что я, собственно, делаю? Я по вашему совету решил убрать вообще нафиг эту газовую печку, и на ее место поставить улучшенную газовую печку. Я что-то о ней вообще забыл, я ее в этой игре ни разу не делал. Поэтому, собственно, напрочь о ней забыл. И я, честно говоря, не знаю, зачем она мне нужна-то, в принципе, потому что я не думаю, что я доживу до каких-то суперсплавов, вряд ли я буду отсюда улетать на ракете, потому что, ну, ребят, если половина механика игры просто тупо не работает, даже я не говорю про новую погоду, я говорю хотя бы даже, ну, просто о том, что инструменты не развалятся. Хорошо, видите, мы сейчас на улице, у нас плюс 400, нам пофигу, вообще пофигу. Ладно, давайте мы сейчас сделаем улучшенную печку, вот эту. А также мне нужно много облицовочных панелек. Я еще пока не разобрал все каркасы на базе, поэтому игра чуть-чуть подлагивает. И я вам могу сказать, что я теперь точно знаю, что вот эта игра более требовательна к ресурсам, чем киберпанк, блин. Поверьте мне, поверьте мне, реально из-за этого бага она более требовательна к ресурсам, чем киберпанк. И второй совет, который вы мне дали, это когда мы используем вот этот вот шлюз кодовый, который с канала Богдана Гаврилюка, если не ошибаюсь, блин, у него сложная фамилия, я каждый раз выговариваю правильно, неправильно, фиг его знает. В общем, здесь не надо делать никакие консоли, и имеет смысл все вообще перенести со стен на потолок или на пол, допустим, чтобы стены полностью освободить. На мой взгляд, и на ваш тоже справедливо, это все будет намного интереснее выглядеть, и на стенке можно будет расположить еще что-нибудь, допустим, какие-нибудь полочки, предположим, там, с аккумуляторами или еще с чем-то. То есть, в общем, занять стены чем-то более нужным. Поэтому мы сейчас переносим все вот эти вот активные вентиляции, датчики, все это мы переносим на потолок. Ну, естественно, я всего этого вам показывать не буду, потому что это все несущественно. Как установить вентиляцию или как установить трубу, я думаю, что вы это все уже давно видели. Идею я вам озвучил, пошел делать. Ну, вот как-то так, наверное, да? То есть, мы все системы перенесли за исключением ИБПшника на потолок, но ИБПшник, он там у нас и будет. Он как бы... Над ним мы сможем расположить полочку, он нам никак не помешает, ребят. Так что ИБПшник, уважаемые, можете стоять и не беспокоиться за свою жизнь. Так, стеночка. Давайте выйдем сюда, вот так вот как-то удобнее смотреть, что мы ставим и как. Вообще, конечно, систему вот этих стен и их размещение надо, конечно, как-то переделывать. Не нравится мне... Блин, вот об этом я и говорил, не той стороной поставил китвол. С первым шлюзом разобрались, и тут такой прикол. Смотрите, они ввели... Да. Они ввели, короче говоря, коллизию для этого предмета, но криво ее ввели, и теперь через эту дверь вообще нельзя пройти. Ну, по крайней мере, в старой версии сейва ребята говорили, что вроде как она работает, но они-то проверяли ее в новой версии. Может, там она и работает, а в старой какой-то геморрой постоянный. Так, ну что, значит, пластинки и стены нам уже сделали, также нам сделали улучшенную печку, я предлагаю ее поставить вот сюда. Но для начала, наверное, нам надо будет освободить здесь пространство, убрать всякие трубы, убрать газовые трубы, убрать трубы подачи. Я, честно говоря, с этой печкой, как я уже говорил, не работал, и не знаю, что для нее нужно, а что для нее не нужно. Поэтому будем все это с вами испытывать, и мне кажется, мне придется опять переделывать кучу всего, потому что сейчас я сделаю все неправильно. Один глобальный плюс у этой печки уже есть, это то, что она собирается сразу полностью. То есть ее не надо собирать из частей, как это делалось до этого. Вот так, вход. Ну давайте мы сюда вот подключим входную трубу, вот сюда, да, и на второе гнездо, соответственно, у нас там уже готова вторая выходная труба. Правда, она пока никуда не ведет, и печку я даже не знаю, когда мы примерно будем испытывать, и будем ли ее вообще испытывать в этом прохождении. Так что, может быть, только в каком-нибудь следующем, если оно вообще, в принципе, будет. Потому что, судя по вашим просмотрам, интерес к игре падает. К сожалению, увы и ах, и будет ли следующий сезон. Ну, следующий сезон будет, но, скорее всего, с каким-то перерывчиком, с небольшим. Может быть, я ее пока буду стримить время от времени, а вот сезоны снимать пока не буду. Посмотрим. Потому что, в принципе, много всяких идей, что можно поснимать, в том числе в жанрах, в которых я до этого не снимал. Ладненько, пойдем. Взял каркасики, взял стеночки, и теперь мы занимаемся с вами строительством вот здесь вот полов. Так, вот здесь вот один каркас еще. И здесь надо будет, конечно же, построить стены, построить окна. Надо начинать зашивать это помещение. Я еще, честно говоря, не знаю, вдруг с утреца, когда у нас будет 600 градусов, у нас тут начнет что-то плавиться. Вот это будет сюрприз, мазафака, потому что все предметы, которые у нас лежат в ящиках снаружи базы, они теоретически должны будут развалиться нахрен. Это будет весело. Но вероятность того, что у меня вдруг заработает повреждение температуры, равняется примерно нулю процентов, да. Поэтому обломайся, бабка, мы на корабле. Так, ну что, значит, с той стороны... Блин, я даже не знаю пока, как все это зашивать. Но давайте вот здесь вот мы еще окна поставим, вот так вот, да, сделаем нишу. Потому что, скорее всего, управление печкой будет примерно такое же, как у меня было до этого, если ей можно управлять чипами. Я не хочу заморачиваться с программами, вот серьезно. Эту печку можно очень здорово эксплуатировать при помощи программного кода. Но, друзья мои, в силу того, что просмотров у гайдов маловато, я не могу сидеть и осваивать, тратить десятки часов на освоение программирования, чтобы написать этот код. Видел, что кое-кто у меня в Дискорде сидит, как раз занимается сейчас, по-моему, управлением этой печкой. И если люди, которые умеют программировать, не могут с ней справиться, прям вот так вот сходу, то представляете, сколько мне надо будет задрать. Так, отлично. Стенку я как боженька поставил просто. Короче говоря, буду я ей управлять, наверное, микрочипами. Если вообще буду, как я говорил. Так, давайте переносим эту стеночку вот сюда, на ее законное место. Короче, сейчас по плану зашить это помещение по максимуму. И над ним сделать еще одно помещение, наверное, в одну клетку высотой, в которой у нас будет с вами оранжерея. И, в принципе, я хочу сосредоточиться именно на оранжереи, а не на печках. Потому что с печками там все, в общем-то, понятно. Да и они нам не нужны сейчас. А вот кислородик-то нам сейчас уже нужен. А для его получения, собственно говоря, и нужна оранжерея. И много-много всяких растений. Ну, точнее, не всяких, на самом деле. Мы будем там картофанчик и помидорчики выращивать. И тем самым будем пытаться, как бы, вырабатывать кислород. Да, они нам будут вырабатывать кислород, а мы будем снабжать их углекислым газом и водичкой. Ну, вот как-то так у нас получается. Сейчас, соответственно, здесь по краешку я поставлю каркасные блоки. У нас будет, опять-таки, в этом помещении двухуровневый потолок. То есть, центр будет выше. А по бокам у нас будут вот эти каркасные блоки обшитые. То есть, по бокам будет одна клетка высотой. Мне кажется, что это нормально. И в этих каркасных блоках мы сможем протянуть какие-то трубы, которые нам понадобятся для разводки там. Я не знаю, для вентиляции, для подачи кислорода. Короче, для всего-всего-всего. Все это мы будем в эти каркасные блоки запихивать аккуратненько. Ну, смотрите, лепота же. Конечно, мне не везде хватило блоков. Кое-где, видите, у нас окна снаружи не обшиты. Здесь вот блока одного не хватило. Ну, в любом случае, красиво. Уже намного лучше. А потом еще мы земелькой все снаружи прикопаем. Вообще будет огонь. Кстати, да, земельку очень рекомендую использовать. Потому что она прекрасно изолирует помещение снизу и с боков. То есть, можно вообще, наверное, даже каркасные блоки с землей. А можно вообще всю базу из земли построить, между прочим. Да, я тестировал такой вариант. И да, это, в принципе, возможно. То есть, можно реально сделать базу из земли, из грунта. Ну, с элементами, естественно, конструкции каких-то. Так, давайте вот это закроем, чтобы все было по красоте. И надо нам приготовить поесть. Я что-то оголодал, ребята. Оранжерейку нам действительно надо запускать. Потому что скоро у нас банально не будет уже продуктов. У меня осталось 5 единиц картофеля. Ну, на самом-то деле, надо балансировать игру. Я даже думал самостоятельно этим заняться. Потому что еда очень быстро растет. И ее очень мало надо, на самом деле. Даже если настраивать потребление еды намного в большем объеме, да, чаще. Все равно, ну, ребят, вы делаете буквально там 2-3-4 гидропонные установки. И за один день решаете проблему на месяц вперед. То есть, это неправильно. Это совершенно неправильно. Так, что мне нужно? Мне нужна будет дверь, на самом деле. Я уже начинаю заниматься строительством оранжереи. И начнем мы ее вот здесь вот со второго шлюза. Так, мне нужны будут еще пластинки, наверное. Здесь у нас будет второй шлюз. То есть, вы через один шлюз проходите. Там будет коридорчик. Из него будет выход в систему кондиционирования этого помещения. А с другой стороны будет вот этот вот шлюз, который будет уже везти непосредственно в оранжереи. Просто у нас, смотрите, в оранжереи у нас должна быть углекислотная атмосфера. То есть, максимальное количество углекислого газа. И какое-то количество кислорода, которое мы будем оттуда откачивать. А в других частях базы, теоретически, должна быть кислородная атмосфера, чтобы мы могли там с вами ходить. И чтобы, если туда, не дай бог, или не дай бог, короче, попадет в внешнюю атмосферу, чтобы это все очень красиво взорвалось. Короче говоря, продолжаем заниматься строительством. Сейчас я буду здесь творить... Короче, строить окна. Застеклять все это дело. Ну и этот шлюз мы сразу же комплектуем всем необходимым на потолке. То есть, мы ставим туда же вентиляции, мы ставим туда датчик газа. И туда же ставим мы сокет с микропроцессором, который будет у нас управлять всем этим шлюзом. То есть, мы все это безобразие выводим вот так вот... Так, выводим на потолок. И вот сюда мы ставим, соответственно, вторую пассивную вентиляцию. И все это нам надо будет соединить сейчас трубами. Как-то так. Проводку на него мы тащим с трансформатора первого шлюза. То есть, у нас будет на том трансформаторе висеть сразу же два шлюза. Я думаю, что это нормально. То есть, все остальное у нас будет запитано вообще по-другому. Может быть, ну, вся оранжерея будет запитана на другом кабеле без трансформатора. Либо на каком-то среднем трансформаторе. Посмотрим. И БПшники там надо будет тоже ставить обязательно на систему кондиционирования, чтобы она у нас не накрылась медным тазом. Блин. Да ешкин кот. Вот как неудобно вот с этими полами работать. Все-таки с каркасными блоками было бы намного удобнее. Я искренне надеюсь и верю, что разработчики починят такие каркасные блоки, чтобы с ними, в принципе, можно было работать. Потому что, если уж на моей видяхе они как бы нормально не рендерятся и вызывают падение FPS, то я не знаю, короче, как люди другие будут вообще, в принципе, играть. Черт его знает. Искренне надеюсь, что все-таки разработчики все это дело пофиксят. Ладно, продолжаем собирать этот шлюз. Я думаю, что здесь больше ничего особо интересного нету. Мы просто сейчас соединяем все это проводочками, обшиваем все стеночками, и шлюз будет у нас готов. И такой момент. Так как у нас в одной системе после трансформатора стоят сейчас все двери, то есть, допустим, вот в той системе у меня есть уже Дор 0, Дор 1 и так далее, мы начинаем здесь все с двоечки, чтобы потом, когда мы будем назначать все это в сокете, было удобнее и понятнее, что мы назначаем, чтобы случайно у нас чип не начал управлять другим шлюзом. Потому что такое может быть. Они связаны между собой, так как стоят через один трансформатор. То есть, это отдельная сетка, в которой есть два шлюза, в котором есть четыре вентиляции, четыре двери и два газсенсора. Как-то так. Ну, вот, собственно, и все, да. То есть, шлюз у нас сейчас заработает. Да, заработал, все благополучно. И мы можем вот так вот попасть в оранжиэю и нахрен выпасть куда-нибудь на первый этаж. В общем, есть чем нам заняться. Сейчас надо будет доделать потолки, попробовать зашить стенки. Но в любом случае, понимаете, пока мы не зашьем все полностью, базу всю, да, то у нас обязательно будет какая-нибудь дырка. К примеру, там, где печка стоит. Через нее все равно все будет в каркасники попадать. Через каркасники будет попадать куда-нибудь наверх. И сейчас вводить полностью в эксплуатацию оранжиэю, я не знаю. Мне кажется, что это чревато большим бодобумом в конечном итоге. Да и очень много всяких других систем нужно сделать будет, чтобы это все у нас заработало. Ладно, тут мне надо еще дозашить потолки. Работа еще довольно прилично. То есть, вот здесь вот стеклянные блоки доделать. Короче, да, короче, работы много. И после потолков я, собственно, начну уже полами заниматься в оранжерее. Ну и когда все это доделаю, мы с вами увидимся. Хотя, скорее всего, увидимся немножко раньше, да. Я тут решил доделать свет и понял, что нам надо будет переделывать, скорее всего, здесь освещение, потому что один светильник у нас оказался в углу. Сейчас мы разберемся вот здесь вот с проводами. И я покажу, что я хочу сделать по-другому. Вот этот вот светильник здесь совершенно не в тему. Поэтому мы его убираем. И вот этот светильник мы тоже убираем и переставляем его в центр. Вот так вот, на мой взгляд, будет намного лучше. То есть, один светильник в центре, и по той стеночке тоже один светильник, и второй там вот в конце у окошка. Ну что, зашиваем. Зашиваем здесь потолки. Я думаю, что тоже китволами мы зашьем их. Сейчас только выставим их в нужном направлении. И теперь можно зашивать. Ну что, вот так вот уже намного симпатичнее получается. Я хочу закончить хотя бы одно помещение, хотя бы частичное. В нем еще, в этой серии я хочу сделать вентиляцию, но об этом чуть-чуть позже. И вот наша оранжерея, ребят. Сейчас шлюз у нас сработает, и мы туда сможем выйти. Но тут пока у нас ничего не сделано. У меня не сделано здесь ни вентиляции, вообще ни черташинки. Я думаю, вот как это лучше сделать вообще? Как лучше сделать вентиляцию? Можно, в принципе, поставить три пассивной вентиляции, попробовать их объединить на улице в одну вытяжку. Будет ли он нормально работать таким образом, черт его знает. Но в любом случае нам надо будет начинать со стенок, потому что пока мы не поставим стенку, крепить мы на ней ничего не сможем. Поэтому сначала у нас сюда идут китволы. Ну, а теперь можно поставить и пассивную вентиляцию. Можно поставить три активной вентиляции, которые выйдут у нас в одну пассивную вентиляцию. Либо поставить три пассивные вентиляции и попробовать из них высосать воздух одной активной. Просто суть какая? Медленно высасывается воздух из-за того, что он медленно перетекает между кубами. И поэтому, чем из большего количества кубов у нас будет идти откачка кислорода, тем, в принципе, это все будет эффективнее работать. Но это, блин, в теории. А на практике я еще все это дело не проверял. Есть мнение, что, может быть, и вообще не будет работать. Короче говоря, наша задача сейчас собрать все это в одну систему и подключить все это к одной активной вентиляции. Ну, активную вентиляцию, соответственно, подключить к электричеству. Вот здесь вот давайте мы ее поставим. И я даже вижу провода. Ну, провода шлюза. Почему бы к ним не запитать еще и вентиляцию, вот эту внешнюю? Я думаю, что от шлюза не убудет. Так, выставляем это дело на откачивание. И пойдем посмотрим, что у нас там происходит в помещении и происходит ли вообще хоть что-нибудь. Так, заходим сюда через наш мега-шлюз. Вот этот шлюз мне нравится. Он работает без задержек, он работает быстро. Вот. И, в принципе, он меня не раздражает. А вот здесь вот меня все раздражает, потому что, короче говоря, откачка идет как-то очень медленно. Походу, дело, идея с тремя пассивными вентиляциями – говно. У меня такое смутное ощущение, что наша активная вентиляция в одну пассивку закачивает, а из другой выгоняет обратно. Может такое быть? Черт его знает, как в этой игре все это работает. Но у меня есть смутное ощущение, что это именно так, потому что у нас особо-то не падает давление. Ну, падает, но как-то очень медленно. Давайте, наверное, мы уберем лишние пассивки, оставим одну. Нам, в принципе, без разницы. Нам не надо откачивать до вакуума все. Нам достаточно опустить до нуля, там ноль и сколько-то там десятых сотых. Потом сюда закачать СО2, нужны температуры с нужным давлением, и все. То есть, если там будут какие-то соточки водорода, скажем, ничего страшного не произойдет. А пока наша доблестная вентиляция борется с воздухом в оранжерее, мы закончим вот это помещение. Я его хочу полностью облицевать сейчас. Поставить сюда парочку, наверное, активных вентиляций и устроить здесь вакуум. Но для этого нам надо, в общем-то, да, в общем-то, закончить все вот эти стены. И со стенами у нас, кстати, беда, их надо будет делать. Плюс нам надо будет делать пластик, которого у меня тоже маловато. Но вроде как кремния у нас есть на старой базе, так что надо его просто притащить и сделать этот самый пластик и еще стекляшку. А также сделать хотя бы еще по несколько сотен различных стеночек, потому что у нас их маловато. У нас вот обитых есть полтора стака, а остальных у нас по полстака или по стаку около того. Короче, мало. Мало-мало-мало. И да, потолки я все-таки решил переделать с китволов на вот эти большие панели, потому что они все-таки собираются со стали, а не с пластика. А пластик все-таки как-то жаба придушивать немножечко использовать. Поэтому лучше мы здесь зашьем вот так вот с толюгой, да и не сильно это все дело отличается по большому счету. В принципе, и так неплохо. А вот эти полы нам тоже осталось зашить и вот эти стеночки. В принципе, наверное, после этого и все. Можно будет уже ставить вентиляцию и все это дело у нас будет герметичным. Очень, конечно, подвела меня роль ставня, потому что я теперь не знаю, как делать мне доступ во внутренние, скажем так, вентиляционные каналы, да, чтобы там прокладывать что-то. То есть, либо это вообще снаружи делать, да. Изнутри я не знаю, как герметично это осуществить теперь. С обычной дверью некрасиво. Убого, я бы даже сказал. Короче говоря, исправляли один бак, получили другой бак. Молодцы. Все как обычно. Стены зашиты, теперь стены расшиты, да. Нам надо поставить вентиляцию, а потом пробраться вовнутрь и соединить эту вентиляцию. Ну, короче говоря, сделать вывод газа сейчас на улицу куда-нибудь. И отсюда, мне кажется, я вовнутрь не пролезу. Да, пришлось разобрать еще одну стеночку. Ну что, теперь мы прокладываем здесь трубы. Как видите, в этих вот коридорчиках очень удобно. Коридорчиках, не коридорчиках, лазах, короче. Непонятно, непонятно где. Короче, здесь очень удобно перемещаться, как вы видите. То есть, можно прокладывать трубы, причем их можно прокладывать много, можно прокладывать электричество здесь без каких-то проблем. И, кстати, каркасы, возможно, я вообще разберу. Вот эти вот, которые здесь у нас находятся, потому что они, в принципе, не несут никакой смысловой нагрузки. То есть, они здесь, по идее, это сильно и не нужны. То есть, чтобы меньше лагало, можно их вообще убрать полностью. Так, и еще нам понадобятся здесь провода. Скорее всего, я поставлю второй трансформатор туда же, вот в эту нашу нишу, которую я сейчас вместо рульставни тупо зашил стенкой. Туда доступа теперь нету. Ну, бредово, я говорю. С этими рульставнями, конечно, обидно и бредово получилось. В общем, туда я поставлю еще один трансформатор, и оттуда подключу еще одну линию, которая будет отвечать у нас за вентиляцию. Ну, может быть, еще за какие-то системы, которые... Так, это что у нас тут за непонятные непонятности? Тут у нас есть зашитые каркасные блоки, которые надо будет тоже, наверное, убрать. А что, я не могу вентиляцию отсюда поставить, да? Печалька. То есть, я ее могу только изнутри поставить на эту стенку. Очень жаль. Ну, давайте мы тогда избавимся вот здесь от каркасных блоков ненужных. Вот этот тоже. Так, это что у нас? Это куда-то к печке, да? Нет, туда мы не пойдем. Все, пойдем заниматься электричеством. Нам надо будет сейчас... Ой-ой-ой-ой-ой. Тут у нас еще другая энергосистема. Эта система, лампочки, судя по всему. Надо будет ее как-то обойти. Но я думаю, что с этим проблем у нас особых не будет. Слава богу, провода мы можем в трех измерениях как угодно располагать. И поэтому обойти не проблема. В принципе, все. Две вентиляции я поставил здесь. Сейчас мы просто зашьем здесь снова все эти потолки. Короче, надо придумывать реально новую какую-то систему, как пробираться вовнутрь вот этих всех помещений. Видимо, придется реально ставить какую-то композитную дверь, что ли. Но мне не надо, чтобы там было окно. Почему за навесочку нельзя на стекло повесить? Было бы прикольно, на самом деле. Делаем еще один трансформатор. И сейчас полезем куда-то в ту шахту. Не очень я хочу, честно говоря, разбирать стенку. Но, возможно, придется. Мне надо вот туда попасть. Пришлось чуть-чуть позаниматься вандализмом, да. Разобрал я стенку, пробрался туда. Но так постоянно, знаете, особенно будет прикольно, когда у нас внутри будет, допустим, кислород. Прям разберешь так стеночку, как бахнет, блин. И до свидания просто. И полбазы как не бывало. Вообще, на самом деле, когда я буду делать там... И буду ли я делать? Я еще не знаю, на самом деле, буду ли я делать на этом сейве кислородную атмосферу. Вот. Но мне кажется, что проблем будет очень много. Я в каком-нибудь блоке забуду обязательно водород. Потом он смешается с кислородом и устроит мне бик или смолбадабум, короче. В общем, да. Когда база уже такая довольно приличная и на ней нигде нету кислорода, атмосфера водородная. И плюс в игре же есть еще эта долбанная механика, да. Если температура выше плюс 35, и у вас водород с кислородом смешиваются, то кислород почему-то воспламеняется. Или водород воспламеняется. Хрен поймешь. Короче, что-то воспламеняется. Что-то из этих двух газов. Так. Что мне нужно? Да просто светоаваконция. Мне нужны трубы. Мне нужны трубы, потому что я хочу сейчас поставить, соответственно, пассивочку снаружи где-то и сделать вывод, собственно, с тех двух активных вентиляций. Пока двух. Может быть, потом мы там и больше добавим. Сделать выход на улицу. И еще мне надо, коли уж мы с этой стороны выбрались, давайте мы заправим наш баллон джетпака. Вот здесь вот у нас все еще работает наш пункт заправки. Вообще хочется очень много всего сделать, но, я говорю, с этим сейвом... Я понимаю, что я сейчас постоянно ною, но, ребят, ну а что делать-то? Вы представляете, сколько вложено труда в эту колонию? А сейв не работает нормально. Вот вам как бы обидно, когда я заканчиваю сезон там и начинаю все заново, а представьте, каково мне, насколько мне обидно, сколько вложено сюда сил, и сейчас у нас все не работает. То есть нормально. Нету повреждений, нет челленджа. То есть играть становится скучно. Банально скучно. Так, значит, поставили мы пассивочку, и теперь нам надо проникнуть вовнутрь этой шахты. Но благо, что у нас база сейчас не зашита снизу. Мы можем туда залететь вот отсюда. И спокойненько соединить уже эту пассивку с этой трубой, и потом можно будет изнутри запустить систему. Давайте вовнутрь мы зайдем, как белые люди, через лифт. Так, сейчас мы вызовем лифт и попадем, собственно говоря, на этаж. Ну, блин, там нету шлюза, конечно. А, стоямба, стоямба. Давайте-ка мы проверим, что у нас происходит в оранжерее. Откачалась ли оттуда... Откачалась ли атмосфера оттуда водородная? И можно ли приступать к накачке туда углекислотной атмосферы? Так, ну здесь по нулям, ребят, но не совсем. То есть до вакуума здесь все еще не высосало. Но, по идее, сюда уже можно подавать углекислый газ. Так что, я думаю, что в этой серии вряд ли мы с этим справимся. Времени у меня маловато все-таки. Но в следующей серии, скорее всего, да, мы будем с вами делать резервуарную. Внизу с кондеями, с системой охлаждения, которая... Ну, не совсем такой, как я делал до этого. Короче, отличия будут. А сейчас давайте посмотрим, насколько у нас герметичным получилось вот это помещение. Будет ли тут понижаться у нас давление, когда мы включим вентиляцию. Сейчас 23 килопаскаля окружающее. Во, пошло вниз. Это значит, что дырок у нас, скорее всего, ребят, с вами нету здесь. Значит, все у нас здесь герметично. И, в принципе, по идее, если бы сейв был полностью целым, можно было бы уже заниматься автоматизацией. В частности, автоматизацией атмосферы. Этим я бы очень сильно хотел заняться. Но пока не знаю, буду ли я это делать на этом сейве. Не выброшено ли это время. Но, что бы я ни делал, первое, чем мне нужно озаботиться, это тем, чтобы у нас во внутрь помещения не попадала внешняя атмосфера. Для этого нам надо полностью зашить подвал. То есть, нам надо довести стеночки до самого низа, до самой земли, обкопать их. Ну, а для начала мне придется заняться выравниванием, ребят. Мне надо будет от всей нашей базы до определенного уровня выровнять породу. Это, как вы понимаете, минут 30-40 реального времени работы. И я решил вам все это показать. Шутка. В общем, ребят, начинаем мы здесь вот так вот ставить стеночки. Там, где у нас уже выровнено, там мы ставим вот так стены внешние. То есть, изнутри я пока никакой отделкой не буду заниматься, пока мы не сделаем вот эту вот коробочку. Зашиваем все эти стены сталюгой. Ну, и после этого я пойду уже заниматься выравниванием. Освобождать помещение под базой. Потому что там у нас будет расположено очень много всяких технологических девайсов. Короче говоря, место нам очень нужно. Ну, и зашить нам базу неплохо было бы. Вот, значит, по периметру я все обкопал. Соответственно, в периметре тоже все обкопано. Сейчас у нас база как бы висит в воздухе. Ну, частично. Частично, потому что кое-где, вот как здесь, я уже поставил стеночки. И осталось их только зашить. Также нам надо будет сделать минимум 3-4 шлюза, которые позволят нам из подвала выходить на улицу для того, чтобы проводить какие-то технические работы. Чтобы нам не приходилось наверх выходить там, обходить базу там и так далее. Надо сделать ее удобной. И для того, чтобы сделать ее удобной, надо сделать из нее несколько выходов. Наверху у нас, скорее всего, будет два выхода. Я еще один шлюз, наверное, добавлю в нашей технологической комнате, там, где у нас печка стоит. Скорее всего, я там поставлю еще один выход из базы. Но для начала нам надо заняться вот этим подземным ярусом. Если я со всех сторон сейчас поставлю до самой земли стенки и обкопаю их понизу грунтом, то будет намного проще уже работать на базе, куда не будет проникать внешняя температура. Добро! Вся база у нас стеночками уже обложена, как видите. Теперь осталось эти стеночки все зашить. Ну и заодно определиться с местами шлюзов. Пока у меня только одно место шлюза определено. Это рядышком со спуском, рядышком с лифтом, там будет у нас выход. Но вот с остальными я пока не определился. Я думаю, что я сейчас просто зашью базу, а потом уже по мере надобности сделаю, где нужно, шлюзы. По низу у нас вся база зашита. Осталось несколько мест поверху, которые нужно зашить. И самое главное, всю базу надо будет обкопать по периметру, по самому низу, чтобы у нас не было пространства между стеной и грунтом. Правда, есть обратная сторона медали. В буквальном смысле слова обратная. С другой стороны тоже у нас грунт будет вылезать, залезать, скажем так, на стенку. Ну, вы чуть-чуть попозже увидите. С этим я буду бороться просто двойными стенками. У нас там тоже будут коридоры. Ну, отделка будет изнутри, снаружи. И по стеночкам, понятно, будут у нас коридорчики расположены, в которых у нас опять-таки будут проходить трубы, электричество и земля. Пойдем посмотрим, как это изнутри выглядит. Довольно убого на самом деле. Да, видите, как у нас тут получается. Но зато кислород у нас здесь не проходит. В общем, ребят, на этом мы будем с вами заканчивать. Если серия вам понравилась, вы хотите продолжения, то обязательно ставьте лайкосик, пишите комментарий, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ну, а с вами был Гриний. Всего доброго, всем пока и отличного настроения. Пока-пока, ребята.